Всем привет, ребята! С вами снова я, Самуил Пащан, и это обзор моего питбайка. Питбайк Каю КРЗ-190 2018 года. На нем был электростартер, который сломался через два дня, и коробка, которую уже надо менять второй раз. Коробка тут особенная, в отличие от других моделей. Здесь 5-ступенчатая коробка, первая передача вниз, а остальные наверх, как у больших мотоциклов эндуро, например. Могу сказать, что питбайк очень бодрый. Я не знаю, ну, это был мой первый питбайк, и вообще я первый раз катался на питбайке, и когда я за него сел, я просто офигел. Потому что, когда я нажимал газ на первой, он просто поднимался на дыбы, я такой, что это? В принципе, на второй, с газу, он поднимается на дыбы, если ты один. Что еще могу сказать? Могу сказать, что надо заменять сразу цепь, заменять карбюратор, ставить Микуни 28, потому что здесь стоит, не помню, ну, короче, китайский стоит. В принципе, обычный питбайк просто помощнее и пободрее, так сказать, порезвее для больших дядек. Производитель сказал, что каждые 10 моточасов нужно менять маслом, но я меняю каждые 15-20, потому что я заливаю достаточно хорошее и дорогое масло. И, тем более, я тестировал, выливал его после 10 моточасов. Никакое оно там, не черное, нормальное, короче, обычное масло остается после 10 моточасов. Так что меняем после 15-20. В этом моем друге я забыл сказать, что 16 лошадиных сил. Ребята, эти 16 лошадиных сил подарят вам бурю эмоций, незабываемых ощущений и просто отрывков памяти. Так, внимание. Купил я этот питбайк в конце августа 2018 года за ровно 100 тысяч рублей с города Краснодар. У нас тут в Сочи таких точно не было, я не смог найти. Так, я никакой не видеообзорщик, там, не знаю, не матомеханик. Я просто пользователь, который оставил свое мнение о данном питбайке. Я просто узнал, что нужно менять карбюратор, коробку и покупать какую-то усиленную цепь в электростартер, потому что внутри там есть цепочка, она рвется. Так, схватит слов, давайте кататься. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, вот и видео подходит к концу. Если вы хотите больше видеть вот этого пацана, видео с ним, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите комментарии, что вы хотите его видеть. Ваши комментарии, мне всегда приятно читать. Думаю, летом с ним очень будет много контента, так что не забывайте колокольчик, чтобы не пропускать видео. А я поехал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!